Символ автомата Автомат, он может быть военный автомат, это может быть игровой автомат, это может быть просто автомат-банкомат, ну не банкомат, а вот автомат по оплате услуг тоже. Всё это надо где-то определять и смотреть. Для чего это? Ну вот если вы видите человека, который стреляет очерью из автомата, то вполне возможно встреча с человеком, который очень быстро разговаривает. Знаете, вот строчит как из автомата, есть такое выражение. Потом видит человека с автоматом в руках, но это может быть достаточно агрессивный человек, который может не осознавать своей агрессии. Это тоже, может быть даже просто элементарно человек может ругаться матом, не осознавая, что это плохо для него. Автомат игровой. Если человек видит, что играет на игровом автомате, или у него может быть пристрастие к этой игре, вот особенно если мать видит своего ребёнка, который играет в игровой автомат, вот тут надо быть внимательнее. Почему? Потому что может быть игровая зависимость. Это надо смотреть по гороскопу. Там показано пятый дом, Марс в пятом доме, идёт в напряженных аспектах. Это всё, это можно посмотреть. Есть ли предрасположенность именно к игровой зависимости. Если вы сами играете в игровой автомат, а вы особо не привержены именно к этому, то здесь у вас идёт предупреждение, что вы можете сделать рискованные денежные вложения. Будьте внимательны, тем более если вы сейчас собираетесь кому-то или одолжить деньги, или дать под залог, и всё остальное. У вас могут попросить. Поэтому будьте внимательны. Вы можете именно произграть, и деньги вам просто могут не отдать. Если автомат для розничной торговли есть, вот газеты продают, журналы, это информация, которая идёт на вас постоянно. И вот здесь вот, нужно это вам информация или не нужно, вы можете смотреть. Если спорчен автомат, значит где-то идёт искажённая информация, или какая-то информация у вас может вообще где-то пропасть. Вы можете её не найти, даже если вы будете искать. То есть это испорчен источник информации. То есть вы можете потерять, вплоть до того, что вы можете потерять телефон чей-то. Ну не сам телефон-аппарат, а просто потерять телефон, номер телефона. И никак не можете дозвониться до какого-то человека, потому что вот именно в таком ракурсе там или он может потерять телефон, или что-то случится с телефоном. Поэтому это точно такие же события, которые могут быть, если испорчен автомат, который выдают газеты и журналы. Если автомат раздаёт, например, бутерброды или кофе. Если это кофе, то, возможно, оккультная информация. Возможно и оккультное движение. Почему? Потому что кофе, как часто бывает, оно очень и бодрит, вот эта информация может бодрить, но тем не менее оно имеет эффект, будем говорить, часто на кофе гадают. Поэтому вот здесь вот может быть связано с оккультной информацией. Если вы кушаете бутерброд, особенно если с колбасой, то здесь возможно инфекционное заболевание, потому что она идёт автоматом, и тем более там присутствует кишечная, то есть если колбаса, это может быть кишечная инфекция. Вы можете подхватить кишечную инфекцию просто на автомате. Это инфекционная вещь. Так дальше. Если во сне вы загружаете в своё бельё, в стиральную машину автомат, в своё бельё, это говорит о том, что ваш организм занимается природным очищением. У нас есть природная очистка организма, организм сам может нас избавлять от шлаков, от каких-то всяких солей и прочее, прочее. То есть очищение идёт. Стрелять во сне из автоматической винтовки – это к агрессивным событиям. Смотря кто стреляет. Если вас стреляют, на вас могут наехать. Если вы стреляете, значит вы можете наехать. Если автомат идёт друг за другом, автомат, значит эти события могут идти друг за другом. Видеть себя с армейской винтовкой. Вот смотрите, армейская винтовка. Это может быть армейская армия, это всё-таки военные действия, может быть. Именно такие, которые могут, ну будем говорить так, армейская, тут ещё, смотря кому снятся эти сны. Если это парню снятся, большая вероятность, что его могут призвать в армию. Или забрать в армию на переподготовку и всё остальное. Но если стреляют уже, то есть это необычное может быть. Ну кто хочет сильной в армию сейчас в данном этапе? Особенно если внезапно это вмешивается. Поэтому вот здесь вот могут быть неприятные события. Если это не мужчина, а женщина, например, и в армейской видят себя, значит просто идут события, которые заставят вас, будем говорить, сгруппироваться и жить чуть ли не как по уставу. Поэтому вот здесь вот эти события, они могут, будем говорить, вас выстраивать таким вот образом. Видеть себя, на себя направленный автомат. Это угроза шумных и агрессивных действий. Но если вы, например, нацеливаете на кого-то автомат, или на вас нацеливают, то здесь какие-то идут неприятности, которые связаны с некоторым долем опасности. Здесь вполне возможно, если вы будете на кого-то нацеливать, это вы будете источник этой агрессии и неприятностей. Если на вас, то это будет другой человек. Поэтому вот здесь надо быть осторожнее. Особенно если человек занимается бизнесом, и он видит во сне, что на него нацеливают автомат, то вас постараются убрать со своего пути. Вполне возможно, что это могут быть и конкуренты. Если, например, автомат, который платежи принимает, тоже есть у нас платежные системы разные. То есть это вполне возможно, что вы за что-то можете заплатить автоматически. То есть за что можно заплатить? То есть сделали какой-то поступок, и может быть не очень приятно. Например, нашли кошелек, его себе присвоили, и никому не отдали. Не поискали человека, который, может быть, потерял этот. Хотя там, может быть, могла быть визитка. Вы решили воспользоваться этим. Ну, будьте готовы, что вы потеряете раза в два больше. Поэтому это мы за что-то платим. Поэтому вот это платежные автоматические системы, значит, что-то мы сделали не то, за что мы должны заплатить. И это, я думаю, будет справедливо. Продолжение следует...